Сегодня разбирать тему, связанную с отказом, статья 214b, злополучная, злосчастная, которая практически всегда применяется иммиграционными офицерами. Сегодня мы рассмотрим причины. В предыдущих видеороликах мы это уже делали, по-моему, две или три затронули. Вот ситуация, да, человек готовится к интервью, готовит пакет документов, у него чего-то нет, кто-то ему говорит, что раз у тебя этого нет, давай мы тебе поможем что-то сделать, готовит какие-то липовые бумаги, человек идет на интервью, вот, и тут начинается самое главное, да, то есть он подходит, вот на это черта, он оказывается здесь, перед ним сидит миграционный офицер, вот здесь вот, вот, и с человеком начинаются метаморфозы какие-то, то есть нога затряслась, там руки затряслись, слезы потекли, забыл то, что нужно говорить, в глазах бледнеет и так далее. Все вот это называется соматическое проявление. Что это значит? То есть, по факту существует проблема. Эта проблема проявляется через язык тела. То есть, что значит проблема? То есть, с одной стороны один поток, с другой стороны другой поток. Два потока соединяются и получается проблема. Первый поток, это поток плюсовой, второй минусовой. Как это выглядит вживой? Значит, вот наш заявитель. Человек, который хочет получить американскую ревизу. Ему сделали кучу липовых бумаг. Одна его сторона, бумага, говорит, все отлично, у нас все получится, это положительная сторона. Как же так? Ведь у меня все готово. Я собрал полный пакет документов. Да, там может быть какие-то липовые бумаги, но у меня все получится. Мы все так живем, все живем там в России или где-то и всегда все так делаем. Хорошо, замечательно. Это сторона положительная. Отрицательная сторона. Меня поймают, меня вычислят, ничего не получится. В голове начинается вот такой вот шум, который называется проблема. И здесь подключается третья часть. Язык тела. По-другому это называется соматика. И вот в этой соматике как раз и происходит все это. То есть все эти хаотичные движения, все эти проявления и так далее, и так далее. Вот наша задача – все проблемные зоны в кейсе заявителей убрать. Этим мы и занимаемся. Из-за этого мы никому ничего липового, фальшивого не готовим. Потому что любое соматическое проявление оценивается иммиграционным офицером как попытка вести в заблуждение, как произвести подлог. Как только он это вычисляет, а не очень хорошо вытренированы на этом, автоматически вы получаете отказ. Это 100%. Таким образом, наша задача – сформировать кейс так, чтобы вся информация, которая будет предоставляться, была настоящей и реальной. То есть ничего лишнего, ничего не подделываем, все делаем так, как есть, все в оригинале. Если у вас чего-то нет, какой-то печати, на каком-то документе, на оригинальном документе. Мы вас не просим это делать, потому что в посольство можно идти вообще налегке, ничего с собой не брать. Самое главное, что у вас здесь. Самое главное, что вы можете объяснить и рассказать иммиграционному офицеру. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadefisvisa.com. Будем рады всех видеть в нашем офисе. Всем всего доброго, пока.